Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Усольцево маленькая деревушка в Нижегородской области. Здесь уже не один десяток лет живет Иван Медведев. Как и все местные жители, занимается домашним хозяйством. Куры, козы, свиньи. Иди, 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 иди. Продолжение следует... Прошло уже более 40 лет, с тех пор, как на его долю выпало тяжелое испытание. Это ведь ни на каких местах не свесишь, эти все переживания. Тогда еще молодой парень Иван работал в местном совхозе водителем. Возил продукты в ближайшие деревни. Но однажды произошла ситуация, которой никто не ждал. А тогда были учебные тревоги атомные. И по атомной тревоге я не поехал возить людей. Спустя некоторое время ситуация повторилась. Мне давали два раза штраф за то, что я по тревоге не поехал на машине. С машины меня сняли, поставили меня в рядовую. Ну ладно, я смирился и с этим. Естественно, что такое поведение простого сельского водителя не осталось незамеченным. И тут начали меня вызывать, значит, и в военкомат вызывали, и ко мне приезжали, и администрации сельсовета. Но это было лишь началом трагедии, которую ему предстояло пережить. Алексей Татаренко из небольшого городка Чкаловск, что под Нижним Новгородом с улыбкой рассматривает фотографии и общается со своими детьми. А где глаз получил? Ну? У тебя на глазу красный, что ты такой, что ты? Уже нет, а ты их не любишь. Ещё нет? Но 15 лет назад он был на грани жизни и смерти. А-а-а! 1995 год. Тогда 18-летний Алексей в очередной раз получает повестку из военкомата. Каждый раз ездили мы в военкомат и писали объяснительно, почему, на каких основаниях мы отказываемся от службы в армии. Всё объяснил, что мы свидетели иголы, сказал, что всё, я в армии служить не буду. В военкомате ребят направили к прокурору, который должен был решить их дальнейшую судьбу. Мы даже не спросили, в какую прокуратуру мы едем. И нас отвезли в военную прокуратуру. Полный бред гражданских людей увезти в военную прокуратуру. Это стало их главной ошибкой. Алексей даже не предполагал, что в ближайшие два года он проведёт вдали от родного дома. И вот меня тогда, с этого времени, начали меня, значит, вызывать. Регулярные допросы проводились не с целью выяснить, почему он не участвует в военных учениях, но чтобы заставить делать то, что велела советская власть. Иван наотрез отказывался. Я сказал, что я верующий человек, свидетели Бога Его, ни в каких военных конфликтах не участвуют. Такой ответ их не устраивал, и от угроз сотрудники перешли к действиям. Сам прокурор перешал обыск, и понятые были сельсовета, значит, секретарь сельсовета была понятая. Хотя Иван не скрывал своих убеждений, обстановка в Советском Союзе не позволяла открыто заниматься религиозной деятельностью. А любая литература подобного рода считалась антисоветской. Поэтому журналы и книги ему приходилось прятать. Во время одного из таких обысков в доме Ивана нашли связку религиозной литературы. Для него это означало уголовное дело, суд, а после тюрьма или высылка. ВЫСТРЕЛЫ Мы туда приехали, нас завезли во двор, и все. И уже там дальше солдаты закрыли нам выход, и никуда выходить не давали. И потом вместе с Пашей Бордюжа нам дали вещи, посадили в машину, отвезли в самолет, и мы уже улетели на Новую Землю. Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане с суровым арктическим климатом. Даже само нахождение на этом острове стало для него серьезной проверкой на выносливость. Но атмосфера в военной части была куда суровее. Там было 98% отсидевших или судимых в роте. И там даже офицеров не называли офицеры. И по званию редко кто обращался – менты. На остров он попал вместе с соверующим. В части никто даже не пытался понять их убеждения. Насильно надевали военную форму. Насильно заставляли работать. Мы объяснили, что с нашей точки зрения работать значит служить. Соответственно, служить мы отказались, и работать мы не будем. Командование части отличалось особой жестокостью. Их методы воспитания держали всех в страхе. Он любил одеть перчатки. И одеть перчатки молодому какому-нибудь солдату. И в кубике его бить вместо груши. Именно он решил любыми методами заставить ребят отказаться от своих убеждений. Для начала пытался настроить всю часть против них. Если не маршируем, значит, тогда на морозе рота продолжает маршировать час. Пока не заставят. Не заставили маршировать два часа. Все доходило до ужасного положения, когда пацаны были просто обозлили. Потом он перешел к более изощренным методам. И он, значит, говорит так. Вас двоих невозможно заставить, пока вы двое. Вы друг друга греете. Сделаем следующим образом. И он, значит, разлучит нас. Но вот когда нас с Пашей разлучали, мы обнялись. Крепко держались. Вот тогда сильно, конечно, над нами поиздевались. Нас пинали до посинения, по-моему. Пашку отвезли, а я был один. Посадил меня в камеру. Опять в подштанниках. Выключили отопление. И забыли про меня. А холодно было до такой степени. Вот тараканы даже бегать не могли. И потом... А потом Пашку привезли. Но это был далеко не единственный случай издевательств. Три дня осунили меня. Трехдневный судебный процесс стал громким событием для местного населения. Ситуация подробно освещалась в районных газетах. Обсуждалась на общественных собраниях. Даже спустя 40 лет Ивану Медведеву трудно вспоминать те дни. Сын еще был тогда. Ну, деду ему годика четыре, наверное, было так. А он решил ко мне на сцену. И по лесенке, а его там милиция стояла по обе стороны с ружьем. Здесь и здесь. Его не пустили. Он заревел. Вот это для меня было трудно перенести. Я к папе. Я к папе. Через три дня был объявлен приговор. По статье 227-й, посягательство на личность и права граждан под видом религиозных обрядов. Часть вторая. Дали три года. Ивана посадили в тюрьму неподалеку от родного села. Для его семьи это стало тяжелым потрясением. На руках жены осталось трое маленьких детей. Постоянной работы не было. Иван искал любую возможность позаботиться о близких. Мне 12 рублей насисляли денег. Я эти деньги отсылал семье. А тогда 12 рублей почти мешок муки был. В тюрьме ему приходилось не раз отстаивать свои убеждения. Администрация колонии, как и большинство заключенных, пыталась надавить на Ивана и заставить его отречься от своей веры. Если откажешься, отпускаем досрочно. А не отказывайся до конца срока. Боже, сиди. Но даже ради возможности вернуться к своей семье и избежать несправедливого отношения, Иван не отрекся от своих убеждений. Все три года от звонка до звонка он провел в колонии. Какая хошь у тебя будет дисциплина. Все на пятерки. Все равно не отпустят. Пока не откажешься. Это были непростые годы. Однако освободившись из тюрьмы, Иван так и не обрел спокойствия. Обыски, допросы, клевета. Все это постоянно обрушивалось на него. Такой закон в стране. Я прибежал, я его обнял, а он у меня в руках обмяк. Прям буквально. Я его взял, и он обмяк. И он что-то там кряхтит. Я, что ты кряхтишь? А он, мне больно, ужасно. И я увидел, что он фиолетовый. У него глаза кровью залиты. Зубы раскрошены. Все два года, проведенные на Новой земле, ему приходилось терпеть издевательства и унижения. Но ни командиру части, ни сослуживцам не удалось заставить его пойти вопреки своей совести. Я сказал, что очень трудно договориться с совестью. Один раз договоришься, и потом всю жизнь будешь с ней договаривать. Тогда, в 95-м, умело обманув неопытных молодых ребят, военное руководство подвергло их жизни серьезной опасности. Но Алексей, вернувшись домой через два года, не стал наказывать тех, кто был виновен в его страданиях. Умоляю, пожалуйста, у меня дочка пятилетняя, если меня заберут, кто кормить будет? Я говорю, а ты не думал, когда мне почку отбивал? Мы забрали все эти заявления. Мы не дали ход, не посадили мы их. Огромная трагедия началась с малого. С обмана, унижений, издевательств. Но он не разучился прощать. Их вера прошла суровые испытания. Они пережили кошмарные годы и увидели лучшие времена. Мало никак они хотели использовать власть. Они не могли ее использовать, чтобы убить веру. Однако сейчас они наблюдают, как резко меняется отношение властей к их взглядам. Каждый человек рожден свободным. И самое большое право у человека – право на самого себя. Не наступит ли в России мрачное время репрессий и преследований? Не опустится ли власть до распространения клеветы и гонений религиозного меньшинства? Это покажет лишь время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин